Итак, друзья мои, у нас завершающая трансляция по Таллину, недалеко от Ратушной площади, одно из очень магических мест Таллини. Сейчас, пардон, давайте сделаю более приятную картинку. Итак, соответственно, я вам расскажу о тех секретах мест Силы, с которыми можно столкнуться непосредственно в городе Таллин. Прибалтику сейчас брать не будем, сейчас все-таки погода неледная. Здравствуй, Тася, рад тебя видеть. Приветствую всех, кто смотрит трансляцию в прямом эфире и в записи. Мы у Ратушной площади в Таллине, вы можете видеть. Для некоторых это знакомое местечко, но, в общем, достаточно здесь уютно и приятно. Здравствуй, Дока. Таллин – это место, в котором чувствуется дух старины. Все-таки есть масса домов, которым более 200-300 лет. Таллин – место непростое. Были здесь и сражения с местным населением. То есть местное население, так, меня не слышно. Ау! Так, Тася, меня слышно сейчас. Были здесь и битвы с местным населением. Они пытались отвоевать Таллин у владельцев, шведов и немцев. Ну и, в конце концов, вот сейчас Таллин – это обитатели его эстонцы и часть русскоязычного населения, достаточно многочисленная. И вот мы сейчас поговорим немного о секретах, о таинственных каких-то моментах здесь. Значит, первое, что хочу сказать – в Таллине достаточно много таких сильных мест, которые вы можете использовать для развития и раскрытия своих способностей. Это, в первую очередь, местечко, ратушная площадь. Безусловно, сама по себе она выстроена так, чтобы накапливать силу, которой можно заряжаться, если вы стоите в нужных местах и способны ее чувствовать. Сразу скажу, что место силы для обывателя – это просто некое развлечение. Спасибо за сердечки. А вот для того, кто человек чувствует, это место не всегда однозначно. Во-первых, может быть ситуация, если вы слишком ослаблены, то некоторые места силы вас могут просто истощить. Вы еще больше устанете и захотите спать, если так очень упрощенно. Для людей, которые умеют с этим работать, которые умеют чувствовать и наполняться энергией, работать с намерением, место силы – это замечательная возможность поддержки. Вот Таллинн я бы отнес к одному из своих любимых мест, где я всегда чувствую большую легкость, такое, да, может быть, вдохновение. Я всегда приезжаю сюда за ощущением такого энергетического праздника. И кроме Ратушной площади, могу сказать, что есть место силы, о котором я буквально несколько минут назад говорил. Это Девичья башня, Нейтси Торн. Как-нибудь в другой раз, когда там будет все открыто, мы с вами пройдем внутри. Так, Тася, как научиться этому чувствовать? Первое, я могу сказать, что первый шаг у меня в этом смысле, в моей системе все распределено по полочкам, все четко. И первый тренинг биоэнергетический включает внутреннюю энергетическую чувствительность. Вы начинаете чувствовать то, что в простонародье называются чакры, или то, что йоги называют чакры, энергетические центры. Ну, можем сказать так, что вы начинаете чувствовать и управлять этими ощущениями. Без этого работа с местами силы может быть либо опасна, либо бесполезна. Ну, опасно, наверное, это перебор. То есть, если вы не лезете в жерло какого-нибудь вулкана, если не лезете куда-то совсем уж в такие сверхкриминальные места опасные, то, в общем-то, ничего страшного. Вот. А так, в принципе, это просто момент истощения, вреда может быть. Иногда люди подобное замечают. Ну, я не пытаюсь вас напугать. Более того, скорее всего, вероятность всего, что процентов 90, в принципе, с вами ничего не будет, даже если вы окажетесь в очень мощном месте силы. Но вот если вы умеете работать, то вы получите первое – это измененное состояние сознания. Если у вас нет навыка биоэнергетики и работы с чувствительностью, который просто жизненно необходим, то, соответственно, вам трудно будет почувствовать, оценить прилив силы, потому что вы сможете это оценить не только по тонусу, а по наполнению определенных зон тела. Ощущением не просто тепла, а внутренней такой напряженности, наполненности. Безусловно, хочу сказать, что подобные вещи чувствуют все, все, у кого есть тело, все, кто обращает внимание. Вот я немножко небольшую панорамку дам в этой ратушной площади. То, что видно из окна кафе, на улице весьма все-таки холодно. Вот, поэтому мы сделали небольшую трансляцию рядом с башней, где место силы достаточно ощутимое. Естественно, там место силы не связано ни с какими-то такими там супермагическими ритуалами, даже или с тем, что там девушку в самой башне заточили. Это там отдельная тема, для этого нужно будет башня. А это место сильно тем, что это была крепостная стена, которая выдерживала и осады, и нападения, и выстрелы, была, в общем, достаточно активно действующей. Плюс, когда ее строили, естественно, используя различные магические вещи, возможно, ритуалы, возможно, какие-то предметы, силы для того, чтобы враг не проникал. Ну, это как обычно, как принято. Раньше к этому относились еще более серьезно, чем сейчас. Вот, поэтому рядом со стенами этой башни, на Нейтси Торн, рядом со стенкой просто, да. Вот крепостной, особенно с той стороны, где находится, ну, как бы сторона бюргерская была, да, бюргерская, а рыцарская бюргерская, да. Вот, с другой стороны были купцы и, в общем-то, местные жители. Вот, с той стороны, где администрация была раньше, соответственно, с этой стороны у стены ощущение энергии значительно сильнее. Там, по крайней мере, летом этой энергией можно подпитывать. Вот, собственно говоря, это такое, одно из небольших реальных мест. Я надеюсь, что летом нам удастся с вами вместе с трансляцией попасть на уникальное место рядом с Сталином. Это остров Айген, где находится лабиринт. Хотя лабиринт не очень старый, но остров очень удачный. И там есть несколько мест интересных, которые стоит посетить, помедитировать, почувствовать особые ощущения. И давайте сейчас я открою маленький секрет, что есть взаимодействие с местными силами. Очень-очень простым языком. Внимание, давайте сосредоточимся и запомним. Первое. Оказавшись на месте силы, у вас должно быть ощущение. Про астрал буквально сейчас скажу позже. Если у вас есть необычные ощущения, соответственно, это значит, что место силы каким-то образом с вами взаимодействует. Если вы имеете какое-то изменение в сознании, то есть в психике, тоже признак ощущения присутствия места силы, значит, тут что-то есть. И если вы повторно, троекратно, четырехкратно возвращаетесь и получаете одно и то же ощущение в теле, одно и то же психическое состояние, значит, место силы стабильно работает. Назвать местом силы место, в котором вы один раз приехали, а в другой раз ничего не почувствовали, ну, только если вы уж были уж слишком в плохом состоянии настроения. Если более-менее среднее состояние, стандартное место силы всегда воспроизводит определенный эффект. Вот определенные места Таллина, рядом с Таллином это транслируют. в одной из следующих трансляций по возвращению.